Всем привет! Как дела? Сегодня будет разбор вопроса, как оторваться от мамы, при этом не чувствовать вину и так далее. Во-первых, нет ничего зазорного в том, что вы стали взрослым. Не коите себя за то, что вы не оправдали ожиданий матери, какой бы она там хорошей ни была. Вы должны идти по тому курсу, который подсказывает вам сердце. И это как бы это банальные слова, казалось бы, но то, что вы чувствуете интуитивно, к этому надо прийти. Лучше сделайте правильно, так как вы чувствуете. Сердце и мозг должны в совокупности давать вам слово «да», что «да, мне это нужно», «да, я хочу оторваться от матери и жить счастливо». В случае, если это вообще уже за гранью, то есть вам уже становится физически даже плохо, находясь рядом с ней. Потом, когда вы оторветесь, у вас произойдет адаптация. Вы будете постоянно спрашивать себя, правильно ли я сделал, уехал в другой город, ушел, все что угодно. Но на самом деле, в какой-то момент, через месяц, через два, вы поймете, что все это время вас держали в тисках, и вы не должны чувствовать вину за это. Вы не должны чувствовать вину за то, что вы не смогли оказаться нормальным ребенком в ее понимании. А свобода для нас, любого человека, это самое важное. Как заглушить любые негативные чувства после того, как это уже произошло? Вы должны понимать, что это еще один из самых нормальных вариантов событий в вашей жизни. Сценарий, конечно, в вашей жизни прописан задолго до того, как все происходит. То, как происходит, так и надо. Даже если вы импульсивно что-то решаете, это уже было предопределено. Тизит накал страстей по поводу того, какой я плохой ребенок. Вы делаете все для себя, что вы хотите, поверьте. Курите, пьете, когда вы ругаетесь. Вы это делаете для себя. Мы все делаем что-либо для самих себя. Вы должны это помнить. Даже когда мы помогаем другим, мы это делаем для себя, потому что мы помогаем тем, кого мы воспринимаем как себя. Чувствуете, да? Это не эгоизм, это нормальное отношение к себе и к окружающему миру. Поэтому ваша оторванность от мамы, это как раз, что называется, проявление любви к самому себе, к своему психическому здоровью. Так что забейте, просто живите и радуйтесь. У нас жизнь такая штука, очень непредсказуемая. Мы должны просто то, что мы видим, то, что мы имеем, быть благодарными за это и не думать о том, что мы уже сделали. Так как это уже сделано, пускай это там и останется. А новая глава жизни, это пускай будет чем-то позитивным, ярким, радостным. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, о чем бы вы хотели, чтобы я рассказала вам. Всем удачи, всем всего самого доброго, пока!